В микрорайоне Волгарь Юлия Платонова живет уже три года. Ее дом находится недалеко от Ерикпарка. Общественной территорией благоустроенной в прошлом году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Парк привлекает не только своим функционалом и красотой, но и озером. Правда, по утверждению жителей и экологов, дубовый ерик нуждается в очистке. Из-за беспечности некоторых отдыхающих озеро утрачивает красоту и становится похоже на неухоженный водоем. Озеро наше бедное. Место вообще у нас здесь супер, но вот из-за того, что сделали набережную, то есть зимой было место открыто, все выходили на каток, очень много мусора, лед растаял. Раньше здесь не было набережной, все было закрыто вот этой травой, и никто, может быть, даже не замечал эту проблему. Для того, чтобы решить проблему загрязнения озера, власти организовали встречу с инициативной группой горожан. По ее итогам была составлена заявка на приведение в порядок водоема по федеральной программе сохранения и оздоровления уникальных водных объектов, которые являются составляющей нацпроекта «Экология». Порядка 700 миллионов рублей потребуется на создание системы очистки. Также озеро планируют подпитать волжской водой и построить необходимую систему водоотведения для того, чтобы вода в ерике не застаивалась. Эти предложения, они профессиональные, имеют место быть, будем по ним работать, чтобы все-таки их включить в программу и также в комплексе все это рассмотреть и сделать. Ранее здесь протекала река Самара. Она создавала разветвленную сеть водоемов, которые сегодня превратились в небольшие озера и имеют опасность высыхания. Для того, чтобы спасти дубовый ерик, нужно разобрать ряд дамб, а не сдерживают поток воды. Но прежде чем к этому приступить, специалисты должны провести исследования и оценить риски, для того, чтобы в весенний период во время половодия не было подтопления территорий. Куйбышевский – один из немногих районов, где уровень подтопления во время паводка довольно высок. Это, конечно, позволит водоемам продержаться еще пару лет. Ну, может быть, семь лет и так далее. Дальше нужно будет эти работы повторять, 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 и все равно водоемы будут деградировать. То, что мы предлагаем, это, конечно, радикальное решение. Особое внимание Куйбышевскому району города в своем ежегодном послании уделил губернатор региона Дмитрий Азаров. Для Самарской области вопрос экологической безопасности ключевой. В настоящее время в профильными ведомствами и департаментами уже подготовлены программы по улучшению экологической ситуации в регионе. Они помогут очистить Волжский бассейн от сточных вод и оздоровить реки и озера губернии. Совместные обсуждения реализации планов продолжатся. Они будут проходить раз в месяц. Ольга Павло, Никита Колосов, Максим Гусев. События.